Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Память и мысли стареют так же, как и люди, говорил известный японский писатель Харуки Мураками. И, к сожалению, был прав. Никто с годами не становится моложе и здоровее, хотя и медицина, и наука постоянно к этому стремится. Здравствуйте! Сегодня темой нашего разговора будут возрастные изменения, а если более предметно – болезнь Альцгеймера. Более 150 лет назад, в июне 1864 года, родился Альцгеймер, немецкий психиатр и невропатолог, чье имя вошло во все медицинские энциклопедии мира. Альцгеймер стал известен по клиническому и анатомическому описанию дегенеративного заболевания мозга, получившего название «болезнь Альцгеймера». Работая в госпитале для душевнобольных и больных эпилепсии во Франкфурте-на-Майне, Алоиз Альцгеймер в 1906 году описал клиническую картину, выявленной им специфической формы старческого слабоумия. В числе пациентов Альцгеймера была женщина, 51 года, страдавшая прогрессирующей потерей памяти, нарушениями речи, движения, узнавания, непредсказуемым поведением, галлюцинациями. Пациентку доктор наблюдал в течение 4,5 лет и пришел к выводу, что ее болезнь не похожа ни на одно описанное на тот момент психическое заболевание и носит совершенно самостоятельный характер. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-психиатр, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии, кандидат медицинских наук, доцент Оксана Владимировна Шилова. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. И традиционно в нашей студии студенты Гомельского государственного медицинского университета, которые нам сегодня будут помогать. Это Анна Дорошкевич и Сергей Соливончик. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам будет первый вопрос. Знаете ли вы, когда и кем официально был введен термин психиатрия? И почему у многих людей слово «бедлам» ассоциируется с сумасшествием? Вспоминайте, думайте, но мы пока продолжим разговор с Оксаной Владимировной. Оксана Владимировна, болезнь Альцгеймера ассоциируют с тарческим маразмом. Скажите, пожалуйста, с медицинской точки зрения, правильно ли это корректно ставить знак «равно» между двумя этими понятиями? Конечно, нет. Болезнь Альцгеймера – это дегенеративное заболевание головного мозга, одним из проявлений которого является нарастающее снижение высших корковых функций, способности говорить, способности узнавать, способности ориентироваться. И даже не в первую очередь памяти, хотя связывают, как правило, с памятью. Сегодня болезнь Альцгеймера диагностирована в мире у 50 миллионов человек. И прогнозируется, что в ближайшие 30 лет эта заболеваемость увеличится почти в три раза. Действительно ли это так? И вот как из вашего опыта, почему все-таки такие прогнозы? Основная причина того, что население стареет в принципе. И тут мы с сожалением констатируем увеличение заболеваемости, и, к счастью, длительность жизни увеличивается. То есть у нас улучшается качество медицинской помощи, антибиотики, пересадка органов, стоматология, кардиология. И, в принципе, улучшение качества жизни и их длительности приводит к тому, что длительность жизни растет. А с возрастом все органы изнашиваются. И, к сожалению, головной мозг в этом плане не исключение. Изнашивается он таким образом, что развиваются возрастные изменения, которые прежде всего проявляются деменцией при болезни Альцгеймера. Оксана Владимировна, ну, как известно, причину до конца не выяснили болезни Альцгеймера. Но одна общая черта о том, что это все-таки заболевания людей более старшего возраста. Скажите, пожалуйста, какой все-таки возраст относится к группе риска развития заболевания? И если говорить в процентном соотношении мужчин и женщин, кто чаще страдает этим заболеванием? Уместно говорить о двух вариантах болезни Альцгеймера. А болезнь Альцгеймера с ранним началом, тогда он может начаться даже в 45 лет. Обычно 50, 55, 58 лет. Тогда это заболевание с преимущественно следственной предрасположенностью и страдают ей чаще женщины. И второй вариант болезни Альцгеймера – это вариант с поздним началом, после 65 лет, тогда это патологический вариант старения мозга. И у них причины немножко отличаются. Ну, например, при болезни Альцгеймера с ранним началом причиной становится то, что мозг перестает правильно и своевременно вымывать отработавшие белки, которые используются по мере устаревания информации, образования новых связей, откладываются в виде клубочков, амилоида и становятся токсичными для живых и здоровых нейронов. И постепенно, когда их количество накапливается, все большее количество нейронов гибнет, все большее симптоматика нарастает. При болезни Альцгеймера с поздним началом эти сбои менее выраженные, они, как правило, нарастают более постепенно и дополняются какими-то более управляемыми факторами. Сосудистыми, на которые как-то можно влиять. Ну, у мужчин еще там черепно-мозговые травмы, алкоголизация, артериальная гипертензия. Почему вот у них меньше болезни Альцгеймера, а у них больше смешанных форм, которые дополняются вот этими вот как раз-таки более управляемыми показателями. Оксана Владимировна, ну и тут уже, наверное, было бы резонно спросить и про гормональный фон. Имеет ли он значение? Вот он разный у мужчин и женщин и в разные возрастные периоды. Влияет ли это на развитие болезни? У кого более раннее, например, старение в плане гормональном? Знаете, по этому поводу можно сказать следующее. Болезни Альцгеймера посвящено огромное количество исследований. И на разных этапах ученые приходят к разным выводам. Было время, когда считалось, что женские половые гормоны, и в том числе заместительная гормональная терапия женскими половыми гормонами, которая приводила к задержке климактерического возраста, задерживала и развитие слабоумия вследствие болезни Альцгеймера. Сейчас считаются эти данные несколько преждевременными, неточными, некорректными. А преобладание женского населения, наверное, с какими-то X-ассоциированными хромосомами, которые... Хотя преимущественно 21-я хромосома, но, возможно, полихромосомное наследование. Спасибо. Оксана Владимировна, еще такой вопрос. Все-таки любой человек стареет, и есть у него физиологический этот процесс, да? Когда нужно заподозрить о том, что это не просто возрастные изменения, а все-таки это развивается заболевание? На какие симптомы стоит обратить внимание и уже обращаться к специалистам? Это очень хороший вопрос, Татьяна Николаевна, потому что, если говорить даже о заболевании, не просто о старении, а заболевании, связанном с болезнью Альцгеймера, то, как правило, клиника начинается за несколько лет, иногда за 5, за 6, даже за 8 лет. И проблема лечения состоит... Трудности лечения, бесперспективности лечения состоит в том, что поздно диагностируется. С чего начинается? Все начинается с каких-то очень коротеньких провалов, ну, даже не в памяти, в сознании, в забывании слов, в каких-то очень коротких эпизодах утраты ориентации. Ну, привычно, говорят, потеря памяти. Но как можно забыть дорогу домой из магазина? То есть, очевидно, это не память, это что-то другое, это агнозия. Это забывание слов, забывание названий, забывание фамилий. Вот именно на этом этапе нужно начинать обращаться, начинать лечение. И тогда мы можем надолго продлить активный период человека и затормозить развитие слабоумия. Потому что, к сожалению, обращаются, уже тогда обращаются родственники, когда пациент их не узнает. То есть тогда ни специалисты, ни сам пациент уже ничем не может себе помочь. Оксана Владимировна, я думаю, что у наших ребят было достаточно времени сейчас, чтобы они дали ответ на мой первый вопрос. Давайте послушаем. Я напомню вам вопрос, который звучал. Термин психиатрия, кто его первый ввел и когда? И что такое слово бедлам? Почему его ассоциируют с сумасшествием? Ну, кто будет первый отвечать? Я бы хотела ответить на первый вопрос. Термин психиатрия, состоящий из двух греческих слов «душа» и «лечение», был предложен немецким врачом Иоганном Кристианом Рейлем в 1803 году в его очень известном труде, называющемся «Рапсодии». Первые попытки вообще понять причину возникновения психических заболеваний, а также лечить их, были предприняты еще в IV-V веке до н.э. Врачи круга Гиппократа ввели первую классификацию психических заболеваний. Туда входили такие наименования, как паранойя, эпилепсия, мания, меланхолия. А в Западной Европе в Средневековье возникли первые психиатрические больницы, такие как основанная в XIII веке Бедленская королевская больница в городе Лондоне. Но подобные больницы имели свою целью не излечить пациентов, а только лишь оградить их от окружающих людей. Отношение к душевнобольным изменилось только в эпоху Просвещения. В 1797 году Жан-Батист Пуссен, французский руководитель больницы, впервые отказался от применения физического насилия относительно пациентов, а также освободил их от цепей, в которых они находились практически постоянно. И также огромной вехой в развитии психиатрии стал закон, принятый в 1845 году в Великобритании, о психиатрических пациентах, в котором ясно было сказано, что психиатрические отклонения – это болезнь, которую следует лечить. Спасибо, Аня. Ну что, Сейжа, у вас есть дополнительность? Да, конечно. Термин «бедулам» пришел к нам из Англии от искаженного английского слова «бефлен». Официальное название – Бетлемская королевская больница, то есть это психиатрическая больница в Лондоне, про которую Анна рассказывала. Само слово «бедулам» стало именем нарицательным. Вначале как синоним сумасшедшего дома, а позже как слово, которое описывало полный беспорядок и хаос, который творился в этой больнице в начале 16 века. В 18 веке это место приобрело несколько туристических, ну, туристический статус приобрело оно. Многих гостей Лондона вели поглазеть на знаменитых умалишенных, за счет чего данное слово и получило такую популярность. Как пример, мать Чарли Чаплина, Ханна Чаплин, находилась в этой больнице. На данный момент «бедулам»ская больница является действующей, и в ней проводятся передовые исследования, и используются инновационные методы лечения психических заболеваний. Очень хороший исторический экскурс ребята сделали. Замечательные ответы. Да, и мне хочется, наверное, сразу перейти к следующему вопросу. Итак, головной мост, так же как любой другой орган системы человека, подвержен процессам старения, утомления. Поэтому о нем нужно заботиться, его нужно тренировать. Скажите, пожалуйста, какие факторы наиболее неблагоприятно влияют на головной мозг? И второе, какие, наоборот, факторы способствуют, чтобы клетки головного мозга работали как можно дольше продуктивнее? Ну, готовьте ответ на мой второй вопрос, а мы пока продолжим беседу с Оксаной Владимировной. Оксана Владимировна, можно ли говорить, что болезнь Асгельмера – это наследственно детерминированное заболевание? Или, проще говоря, что к нему есть наследственная предрасположенность? И если да, то в каком проценте случаев есть шанс того, что заболеют будущее поколение, если есть в семье такое заболевание? Если бы можно было ответить в цифрах, если бы можно было сказать точно. Можно сказать лишь одно, что есть предрасположенность. К сожалению, у большинства человеческих болезней эта наследственная предрасположенность есть. И если мы рассмотрим генеалогические древа людей, болеющих с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, с психическими заболеваниями, то эту предрасположенность в той или иной степени мы найдем. Сказать в точности, заболеют ли потомки. То есть следующего поколения, скорее всего, нет. Через поколение возможно. Мы можем говорить о настороженности, мы можем говорить о каких-то изучениях. Современная генетика может нам даже уточнить эти данные, проведя исследования. Но точно, математически, разные ученые дают совершенно разные показатели. Скажите, пожалуйста, может быть, есть такая предрасположенность именно на национальном плане? Люди каких-то географических ареалов чаще страдают этим заболеванием? Очень много такого рода исследований. Все настолько ученые мира всех национальностей озабочены продлением жизни, продлением активной жизни, что в разных странах разного рода исследования проводились. Они часто противоречат друг другу. То есть единой точки зрения на это сейчас нет? Самая распространенная точка зрения, что кавказское долголетие и средиземноморская диета итальянцев имеют достаточно большие протективные факторы. Свежий воздух, легкие алкогольные напитки, молодые вина, морепродукты, много зелени, свежая пища. Если говорить о сравнении городских и сельских жителей, то, безусловно, больше страдают городские жители. Потому что высокий темп жизни, огромное количество решений, которые нужно принимать в единицу времени, способствуют провокации тех факторов, что мозг не успевает восстанавливать, и запускаются механизмы, когда начинаются вот эти вот сбои, вот эти микронарушения узнавания, каких-то целенаправленных действий. И, с другой стороны, деревенские жители имеют огромный протективный фактор, который отмечается во всех исследованиях. Работа с землей способствует задержке и более позднему наступлению возрастных изменений. Дача, огород, даже английские, французские, там, где люди, в общем-то, не склонны к этому, но работа в собственном саду – это самый доказанный фактор, который является протективным. А может, это хобби, так называемое? То есть человеке интерес какой-то к жизни? Ведь с возрастом известно, что у людей интересов становится меньше, и вот может быть такая все-таки… Если расценивать это как хобби, то это единственное хобби, которое доказано. Все остальное идет как наличие хобби. Безусловно, огромным протективным потенциалом обладает увлеченность, структурирование времени, занятость, микромоторика. То есть развитие каких-то… То есть увлечение другими видами деятельности, которые человек не занимался. То есть если он был бухгалтером, то ему нужно заниматься вышиванием крестиком. Если он был художником, ему нужно начать играть в шахматы. То есть как раз-таки занять альтернативными видами деятельности. Заново обучаться чему-то. Безусловно, любое научение чему-то другому, особенно именно другому, а не совершенствование в своей области, потому что там идет многое по накатанному, оно является, безусловно, защитным фактором в этом плане. Оксана Владимировна, изначально, когда начинается болезнь, трудно заподозрить ее первые симптомы, но потом ее не узнать уже невозможно. И это целое испытание для близких и родственников. Скажите, пожалуйста, какой все-таки совет родственникам нужно дать нам для того, чтобы они смогли дольше поддержать своего больного родственника в дееспособном состоянии и чтобы он не стал для окружающих изгоем? Ой, такой сложный вопрос. Но прежде чем на него отвечать, я бы все-таки хотела рассказать об основных клинических проявлениях, с которыми родственники столкнутся и с которыми им нужно будет потом иметь дело. Проблема болезни Альтгеймера в том, что человек очень быстро теряет способность обслуживать себя. Когда мы сталкиваемся с какими-то смешными фотографиями в интернете, где на газовой плите стоит пластмассовый электрический чайник и пишут, что бабушка из деревни приехала, это не бабушка из деревни приехала, это Альтгеймер. То есть человек теряет способность к совершению привычных, заученных, целенаправленных действий. Он не может найти дорогу домой из магазина, он не может оплатить покупки. Он достаточно быстро теряет способность даже к самообслуживанию. Сейчас очень много точно отражающих клинику художественных фильмов. Я вот недавно смотрела американский фильм, все еще Элис, где клинические, прямо для студентов точно описано, как последовательно развивается клиническая, характерная, типичная с ранним началом женщины картина. Что могут сделать родственники в этой ситуации? Во-первых, категорически не рекомендуется их никуда, этих пациентов перемещать. То есть пока они могут, то есть их нужно находить, чтобы они находились в том месте, где они привыкли жить. То есть сберечь эту обстановку в том виде, в котором они ее еще помнят. Иногда даже воссоздают ту, которая была какое-то время назад. До болезни. До болезни, да. Какие-то вещи сохраняют, которые они могут... Их загружают той работой, которую они еще могут выполнять. Вот он может чистить картошку, пускай он ее чистит. Чтобы сохранялись, насколько это возможно, какие-то остаточные функции. Двигательные, речевые, мозговые. Не нужно проявлять каких-то очень... Очень много сильных эмоций. Высказывать свое там восхищение, там слезы, возмущение, злиться на них, ругаться. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, это их еще больше обескураживает. Они еще больше теряются и становятся от этого еще хуже. Ну, еще, конечно, хочется сказать, что уход за такими людьми сам по себе очень тяжелый. Я недавно читала, что даже на морфологическом уровне ухаживающих за ними родственникам наблюдаются тоже признаки более раннего старения мозга. И потому вот в лучших традициях зарубежных социальных служб есть службы поддержки родственников, которые ухаживают. У нас развита эта служба? У нас, к сожалению, пока нет. У нас помогают медикаментозно, есть службы социального ухода. Вот, ну, я думаю, что следующим этапом будет помощь помогающим, потому что это тоже очень важно. Насколько ранняя диагностика помогает улучшить качество дальнейшей жизни этих пациентов? Да, это очень важно, поставить диагноз как можно более рано. Хотя бы предположить, потому что диагностика достаточно сложная. Существующие опросники, они не настолько чувствительные и тонкие. А уровень неквалификации и загруженность наших врачей не позволяет при легких когнитивных нарушениях заподозрить грядущий альтгеймер. Но чем раньше назначено специфическое лечение, а препараты сейчас есть, чем раньше предприняты какие-то меры, вот там, диетические, связанные с защитными какими-то факторами, тем дольше сохраняется способность человека сохранять самостоятельную жизнь и поддерживать то качество жизни, которое можно обеспечить у него и, соответственно, у его родственников. Спасибо. Оксана Владимировна, давайте послушаем теперь, что наши ребята расскажут нам о факторах, которые благоприятно действуют на головной мозг и, наоборот, ухудшают его работу. Ну, кто хочет первой начать? Я начну с благоприятных. В первую очередь, хотелось бы отметить питание. Питание должно быть постоянным, дробным и должно быть сбалансированным. Должны употребляться в рацион белки, сложные углеводы и жиры омега-3. Окружающая среда. Окружающая среда должна быть благоприятная для человека и должны включаться факторы такие, как оптимальная температура, освещенность, свежий воздух и исключаться такие факторы, как шум, вибрации, неприятные запахи, ну и другие. Сон. Сон также является одной из неотъемлемых частей когнитивных функций мозга. Сон должен быть достаточен не менее 7-8 часов в сутки без пробуждения и также соответствовать внутренним часам человека. Лучшая разгрузка для мозга это смена деятельности. Считается, что смена умственной деятельности должна переходить на физическую. Поэтому наиболее эффективно проводить аэробные тренировки не менее 45 минут раз в день, 5 раз в неделю. Также, чтобы тренировать мозг и поддерживать его в оптимальной форме, необходимо им заниматься. Поэтому, как провели исследования ученые, обнаружили, что наилучшие эффекты дают изучение новых сложных физических действий, такие как танцы, изучение боевых искусств, освоение нового вида спорта, а также занятия музыкой и изучение иностранных языков. Прекрасно. Я надеюсь, что все, что вы сказали, знают хорошо все студенты медицинского университета. То есть, это прежде всего рекомендации для молодежи, у которых нет никаких заболеваний, а которые должны сохранить свой головной мозг в наиболее активном состоянии. Анечка, ну что же, вам достались неблагоприятные факторы. Что это? К факторам, приносящим наибольший ущерб к головному мозгу, относятся. В первую очередь, я бы тоже хотела начать с питания, нарушение питания, приводящие к экономии, дефициту витаминов, а также такого вещества, как холин. Холин, содержащийся в рыбе, мясе, а также яичных желтках, используется нашим мозгом для того, чтобы синтезировать ацетилхолин. Это такое вещество, которое необходимо для активной деятельности головного мозга. Также, избыточное потребление сахара может неблагоприятно повлиять как на сосуды, так и напрямую на клетки, на нейроны. Также существует отдельная крупная группа сосудистых факторов риска. К таким факторам относятся и атеросклероз, и гипертензия, и гиподинамия, и избыток холестерина, жирных кислот, липидов. Также относится слабая коррекция сахарного диабета и, конечно же, курение. Эти факторы вызывают повреждения кровеносных сосудов головного мозга, что впоследствии приведет к генеративным расстройствам головного мозга. Замечательные были ответы, очень полные, глубокие. Я удивлена и в плане истории психиатрии, и в плане влияния питательных, питательные ценности нашей пищи на интеллектуальные способности. Я думаю, это наша достойная смена. Некоторых болезней нельзя избежать ни при правильном питании, ни отказавшись от вредных привычек. Поэтому хотелось бы услышать от вас несколько общих рекомендаций, которые бы позволили сохранить наш разум ясным и продуктивным. Хотелось бы сказать что-нибудь такое очень-очень оптимистичное. Но, знаете, есть такое хорошее выражение «Жизнь прекрасна, хоть и несправедлива». Есть болезни, есть понимание, что человек смертен, что человек на разных этапах страдает от разных заболеваний. Нужно лишь понимать, что эта жизнь дана нам для радости, для осмысленности, для того, чтобы дарить эту радость близким, для пользы, которую мы можем принести. И пока мы будем ощущать этот смысл, радость, и пользу, которую мы приносим близким, я думаю, что даже если что-то к нам будет и подкрадываться, оно будет подкрадываться безболезненно, и мы будем очень добрыми и невредными стариканами. Это лучшее, что нас ждет, потому что стареть это единственный способ жить долго. Старость это когда беспокоят неплохие сны, а плохая действительность, говорила Фаина Раневская. Основной составляющей частью нашей действительности является, конечно же, здоровье. Давайте заботиться о нем уже сегодня. Не болейте и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин